Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаем исследовать книгу «Убийство Михоэлса». Это как бы поклёп на товарища Сталина, потому что его обвиняют в убийстве Михоэлса, что он отдал тайный приказ. И я сказала, что эта книга меня заинтересовала тем, что автор неоднозначно себя как бы ведёт. С одной стороны, по всей видимости, у него был заказ для того, чтобы обязательно оклеветать Сталина. А с другой стороны, когда читаю, во-первых, у него чувство юмора есть. Как я уже вам в предыдущем ролике об этом говорила, о том, как еврей Фейфер писал о евреях-героях, как он сочинял это дело про евреев-танкистов. Посмотрите в предыдущем видео. А здесь, в этом ролике, я хочу вам с другим сюжетом познакомить. И хочу сказать, что в данном случае у меня складывается впечатление, что сам автор, Виктор Левашов, это, кстати, не тот Левашов, это не Николай Левашов, как многие путают, это Виктор Левашов. Книга напечатана, вышла в 1998 году. И здесь конкретный сюжет по поводу фиг в кармане в советском кинематографе. Эту тему очень хорошо подробно разбирает Фёдор Раззаков. Есть такой историк, спецслужб. Но вот эта книга написана, насколько я понимаю, чуть пораньше. И удивительно, но здесь такая же параллель проходит у этого автора. И он как будто бы, вот в этом повествовании, у меня складывается такое впечатление, что он уважает Сталина. По крайней мере, то, что он здесь пишет, сюжет о том, как проходил один из разборов полётов Сталина по поводу Довженко, по поводу его сценария фильма, что Довженко привнёс идеологическую капитуляцию перед Западом, перед фашистами. И он это всё расписывает. Что фильм, этот сценарий принимал Хрущёв, и Хрущёву там досталось. То есть здесь вот всё в этом сюжете говорится. И ещё здесь говорится об Украине. Именно автор Виктор Левашов говорит словами Сталина. И я очень была удивлена, потому что, ну, трудно не согласиться. Посмотрим, как дальше он будет выруливать на поклёпы, на Сталина. Но пока здесь идёт очень много именно какого-то внутреннего авторского уважения. Я бы даже так сказала. Я впервые с этим сталкиваюсь. Вот от либеральной, скажем так, литературы, которая пишет про Советский Союз, да, вот как, в каком стиле они обычно пишут, это тоже там стопроцентный ложь, начиная от Солженицына. Вот пример. То здесь есть какие-то объективные моменты. Давайте посмотрим. Я, естественно, всё вам читать не буду. Я просто отдельные абзацы. Абзацы. Хрущёв сценарию режиссёра Довженко. Да, в графине чуть пузырилось. Графина наливали нарзан. Сидел, боясь пошевельнуться. Знал, нужно молчать, терпеть. Не дай бог пытаться оправдываться. Молчал, терпел. Хотя больше всего на свете хотелось посмотреть. Не на Сталина, на Берию. Нельзя. Продолжал терпеть. Сталин вновь заговорил. Также негромко. С теми же клокочущими, как лава, в вулкане гневом. Возможно, товарищи члены и кандидатов члена Политбюро сидят сейчас и думают, а не сошёл ли товарищ Сталин с ума. Он созывает Политбюро для обсуждения киносценария в то время, когда идёт тяжёлая война. Когда победа видна, но она видна ещё очень слабо, как солнце, которое ещё скрыто глубоко за горизонтом. Когда приближение восхода можно только угадать по едва заметно просветлённому небу. Не забыл ли товарищ Сталин об этом? Нет, он не забыл. Но он помнит и другое. То, что должны помнить все. Какое оружие фашистской Германии является самым опасным для нас? Мистершмиты? Нет. Советские лётчики на советских самолётах научились сбивать фашистские мистершмиты. Тигры и пантеры? Нет. Советские артиллеристы получили пушки, которые легко пробивают их броню. Эти пушки они образно назвали зверобоями. Что сильнее самолётов и танков? Идеология. Фашистская пропаганда пыталась и пытается разжечь ненависть советского народа к коммунистам. Эти попытки изначально были обречены на полный провал. Фашистская пропаганда пытается разрушить краеугольный камень, лежащий в основании Советского Союза, великую идею пролетарского интернационализма. Фашистская пропаганда пытается вбить клин между советскими народами, пытаясь играть на самых низменных чувствах, чувствах национализма. И мы должны признать, что это иногда удаётся. Во время оккупации Калмыкия и Кавказских республик немцы соблазняли проживающие там народы идеи отделения от России, идеи национальной независимости. И многие поддались этому ядовитому искусу, перешли на сторону оккупантов, обернули оружие против Красной армии. Ингуши, чеченцы, калмыки, балканы. А крымские татары подарили Гитлеру белого коня, на котором он должен был въехать в Москву. Что это значит? Это значит, что мы проиграли это идеологическое сражение. Но не на карликовые Кавказские республики нацелены ядовитые жало доктора Геббельса. Вот если бы ему удалось поссорить русских с украинцами, если бы ему удалось вырвать 40-миллионный народ Украины и семьи братских народов СССР, вот это была бы настоящая победа Гитлера. Это было бы самое страшное поражение. Почву для такого поражения и готовят сценарий кинорежиссера Довженко. Ну, чем Сталин не пророк? И автор Виктор Левашов четко его показал именно как пророк. Это же в 98-м году книга напечатана. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем боевые действия на этой территории, на территории Советской Украины. Народы стравили. Тех же русских, которых сделали украинцами, стравили на русских, самих на себя. Родственников на родственников. Идет братоубийственная война. Ведь так? Но за ними стоит кто? Фашистская пропаганда. Это почва для такого поражения и готовит сценарий кинорежиссера Довженко. Сталин помолчал и добавил, который одобрил товарищ Хрущев. Он раскрыл папку. В ней были машинописные страницы, исчерканные красным карандашом. Взял одну из них, процитировал. У вашего народа есть абсолютная ахиллесовая пята. Люди лишены умения прощать друг другу свои разногласия. Они уже 25 лет живут негативными лозунгами, отрицаниями Бога, собственности, семьи, дружбы, верность коммунистической партии, любовь только к коммунистической родине, дружба только дружбы народу. Это говорит отрицательный герой немецкий офицер. Что же ему отвечает положительный герой? Да ничего не отвечает. Нет, он говорит правильные слова. Но такие слова хороши в газетной передовице, а не в художественном произведении. Формальный ответ, а по сути идеологическая капитуляция. Идем дальше. Это вы свободные люди? Не смешите. У меня на губе трещинка. Вы не просто рабы, вы хуже рабов. Раб знает о своем рабстве и всегда готов к восстанию или побегу. А вы? Вы восхваляете свое рабство на миссингах и партсобраниях. Вы воспеваете его и им гордитесь. Это говорит другой отрицательный герой Бендеровиц. Что отвечает ему положительный герой? Он говорит. Молчи, я застрелю тебя как собаку. Это хороший ответ. Но он хорош для подчиненных товарища Берии, а не для положительного героя художественного кинофильма. Интересный прием придумал режиссер Довженко. В уста отрицательных персонажей он вкладывает волнующие его самого мысли, а положительных героев заставляет говорить языком газетных передовиц. Неудивительно, что товарищ Хрючев попался на эту уловку. Он решил, раз положительные герои говорят правильное, слова, значит все в порядке. Хитрый прием, но партию не перехитришь. Он снова умолк. Полистал сценарий. Шелест страниц был оглушительным. И под грузным Маленковым скрипнуло кресло. Сталин скинулся. Товарищ Маленков хочет что-то сказать? Нет, товарищ Сталин. Я вас внимательно слушаю. Сталин вернулся к сценарию. Пробегал взглядом подчеркнутые места. Мрачно хмыкал. Листал дальше. Вслух не читал. Но казалось, что с каждой перевернутой страницей тяжелее цвинцовый гнет доказанных обвинений. Перед последней страницей Сталин задержался. Прочитал вслух. На какие бы фронтах мы ни бились, мы бьемся за Украину. За единственный 40-миллионный народ, не нашедший себя в столетиях человеческой жизни. За народ растерзанный и расщепленный. Закрыл папку. Тут же открыл. Бережно, аккуратно подровнял страницы. Снова закрыл. Спросил. О каком народе идет речь? Какой народ растерзан и расщеплен? Какой народ не нашел себя в столетиях человеческой жизни? Может быть, речь идет о евреях? О цыганах? Обвел взглядом присутствующих, ожидая ответа. Не дождался. Ответил сам. Нет, речь идет об украинском народе, о великом украинском народе, нашедшем себя в братском единении со всеми народами Советского Союза. Нет, отдельной Украины не существует и никогда не будет существовать. Биться за СССР, это значит биться за Украину. Биться за Украину, это значит биться за СССР. Тот, кто этого не понимает, объективно вредитель. Тот, кто упорствует в непонимании, откровенный враг. Это был приговор. Сталин помолчал, словно бы остывая, презрительно бросил. Режиссер Довженко пытается критиковать генеральную линию нашей партии. Да кто он такой? Что он имеет за душой, чтобы критиковать партию? Стоит напечатать его сценарий, как его советские люди разделывают так, что от него останется одно мокрое место. Даже мокрого места не останется. Ничего не останется. Сталин продолжал. Он надеется, что теперь всем понятно, почему товарищ Сталин вынес этот вопрос на заседание Политбюро, столь неподходящий, как кому-то могло показаться время. Если у кого-то остались неясности по существу поднятой проблемы, товарищ Сталин готов нести полную ясность. Чтобы к этому больше не возвращаться, товарищ Сталин просит задавать вопросы. Вопросов не было. Мы представляем, какие стихи может написать товарищ Хрущев, поэтому мы не будем подвергать такому испытанию его умственной способности. Мы только хотим напомнить товарищу Хрущеву, что ему не следует брать на себя решение вопросов, которых он разбирается, как свинья в апельсинах. Я все понял, товарищ Сталин. Что именно вы поняли? Я понял, что борьба с любыми проявлениями национализма не менее важна, чем борьба с фашизмом на полях сражений. Более важна, уточнил Сталин. Садитесь. Я надеюсь, что это поняли не только вы. Если больше нет желающих выступить, все свободны. Товарищ Берия, задержитесь. Нам нужно кое-что обсудить. И дальше Сталин спрашивает у Берия. Я тоже пропускаю часть текста. Я по существу. Скажи, Лаврентий, что труднее сделать хороший истребитель или хороший кинофильм? Истребитель, конечно. Неправильно. Хороший кинофильм, который будут смотреть миллионы советских людей, ничуть не менее важен, чем хороший истребитель. И сделать его не легче, а может быть даже труднее. Поэтому мы должны ценить художников не меньше, чем конструкторов и ученых. Умеем мы их ценить? Нет, ни черта не умеем. Он повернулся к Молотову, будто еще у него сочувствие. Приходит ко мне на днях, не буду называть фамилию, жалуется. Писатели ему поручили, но на писателей мне жалуются. Фадеев пьет, Федин с тремя живет. Ничего не пишут, а если пишут, не то. Анекдоты про меня, видите ли, рассказывают, что я мог ему ответить? Я ответил ему, других писателей я вам дать не могу. Нет их у меня, и других кинорежиссеров нет, и других композиторов. Поэтому Лаврентий по отношению к Довженко никаких или как. И никаких будем сажать. Не будем, пусть работают, пусть осознают свои ошибки. Он еще создат прекрасные киноленты, которые будут радовать советский народ. А пока хватит с него того, что товарищ Хрущев проведет с ним разъяснительную работу. Сталин помолчал, почистил трубку, продул ее и сменил тон. Перейдем к делу. Я ознакомился с отчетом поездки делегаций еврейского антифашистского комитета в Америку, Мексику, Канаду и Великобританию. Ну вот, в этом абзаце, в этом кусочке, то, что я вам прочитала, мы видим, что автор расставляет совершенно верные акценты. Здесь вот, ну, нечего сказать против. И здесь он говорит, Сталин, Сталин пророк для сегодняшних дней. И автор, пророк для сегодняшних дней, то, что он этот текст, я не знаю, откуда я его взял, но в книге говорится, что он ссылается на архивные данные. Возможно, где-то есть сценография этого разговора, такого же, и поэтому он его разместил в этой книге. Здесь он говорит о диверсиях идеологических кинорежиссеров. И что он с ними делает. Вот Берри предлагает или как, то есть расстрелять. Нет, Сталин говорит, расстрелять всегда можно, успеем, да, главное работать. То есть здесь он показывает Сталина, как, во-первых, гуманиста, во-вторых, очень мудрого человека и выдержанного человека. Мало того, он разъясняет ошибки. Единственное только что, он намекнул Хрущеву, что тот ведет себя как враг, идеологический враг. Либо он дурак, либо враг. Вот здесь вот, сегодня мы абсолютно точно знаем, что Хрущев был не столько дурак, сколько идеологический враг. Конкретный враг, который агент, который работал на западные спецслужбы. Сегодня это уже очевидно. И у меня много работ на эту тему на моем канале, посмотрите. Вот такое удивление для меня, вот эта книга «Убийство Михоэлса». Я вам могу сказать, что это не только этот фрагмент, кусочек. Здесь еще много-много всего интересного. Поэтому я, в общем-то, довольна, что приобрела эту книгу. Итак, пишите свои комментарии. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Дело-то актуальное. По поводу Украины, Сталин говорит. И вот этот Виктор Левашов, он передал нам то самое пророчество. Здесь нет никакого, скажем, нет никакой клеветы на Сталина. Нет ничего плохого. Здесь только уважение я увидела в данном этом кусочке. Что дальше будет раскрываться, посмотрим. Может быть, он точно так же схитрил и совершил свою идеологическую диверсию против либералов. То есть заказ был один, но здесь он его показывает, Сталина, как величайшего лидера, который задолго до сегодняшнего дня предвидел события, он все четко сказал. То есть сегодня борьба за Украину, это идет борьба за СССР. Вот почему они так бьются. Вот почему они не могут отпустить этот кусок. Потому что СССР восстановится. Понимаете теперь, в чем дело? И вот эти книги, они всегда приходят вовремя. Хотя она 1998 года. Сегодня у нас 2024 год. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы. Помогайте каналу. Благодарю всех, кто помогает, поддерживает канал финансово. Всех вам благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok